понял что мы не подпишем этот контракт как оценил прическу артемия цветом шоке были конечно же такое тебе шанс подали одно потом другое как раз меня тренер после второй игры вызвал говорит что с тобой происходит ты вообще сам не свой ты не играешь на этом уровне сам ко мне подъехал первым по щиткам ударил ну че на ужин сегодня пойдем я ему написал горю готовь деньги я скоро приеду 1 июля смс уже пришла всякие вообще всякие это ванла владислав гавриков защитник лос-анджелес кингс 27 лет родился в ярославле и является воспитанником хоккейного клуба локомотив в сезоне 2014 2015 дебютировал в кхл олимпийский чемпион 2018 года двукратный бронзовый призер чемпионатов мира заслуженный мастер спорта на драфте нхл 2015 года под общим 159 номером был выбран клубом columbus blue jackets 13 апреля 2019 года заключил двухлетний контракт с коламбусом а 5 мая дебютировал в нхл в игре розыгрыша кубки стэнли против бостон брюет весной 2023 года был обменен лос-анджелес кингс летом продлил контракт с королями на два года на данный момент в нхл сыграл 276 игр и заработал 82 балла результативность все супер погода классно спасибо тебе большое кстати за погоду за погоду на ставить или солнце пожалуйста это было сложно мне не главное лет класс этом питере вообще супер по погоде зимой так поменьше солнце сейчас ну ты уже давно зимой не был в пяти ну да расскажи как ты сейчас проводишь свой своем межсезонье чем занимаешься к готовишься к сезону спокойно там где-то был наверное месяц у меня такого активного ничего не делали я имею ввиду от зала от зала от ледовой подготовки вот потом все начал заниматься нужно все но какое-то время всех по-разному конечно мне нужно какое-то время так чуть перезагрузиться после сезона побездельничать если можно так сказать потому что стрессе постоянно находишься и организм и голова немножко так перезагрузиться отдохнуть семейные дела что там больше времени семье уделить естественно вот а потом уже потихоньку начинаю втягиваться там зал лед все все как по самочувствию пожелания ну в зале у меня почетче у меня программы расписано там каждодневно хоть до начала лагеря то есть там с июня до сентября до середины сентября мне каждый день там расписано что я делаю в принципе расписание такое полное и сразу же можешь посмотреть что-то подпланировать где-то ну понятно что там все двигается плюс-минус но как бы концепция на 1 по срокам и все там можно уже где-то подпланировать что-то и и в принципе так и начинаешь работать дальше лед добавляешь и все и к сентябрю готов а я напоминаю что моим партнером является букмекерская компания лига ставок и она дарит всем новым пользователям приветственный бонус до 10 тысяч поэтому если ты еще не зарегистрирован обязательно скорее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и получать шикарный бонус давай поговорим про отдых не знаю наверное может быть возможно ты поспоришь с этим моментом но в этот в этом году и вот этим летом вот санкт-петербург стал каким-то такой хоккейной столицей для игроков которые вот любят сюда приезжать отдыхать вот очень много ребят было вы даже вместе собирались ну да в принципе ребята ребятам нравится здесь время проводить я не знаю тут по поводу там тренировок и жизни это каждому свое но и в принципе думаю тенденция и люди ездят из москвы сюда провести там выходные или там это лишнюю недельку питер все равно от москвы кардинально отличается кто-то питер не переваривает больше чем на пару дней кто-то москву не переваривает больше чем на пару дней все мы разные но так вот смена локации если у тебя есть возможность приехать отдохнуть всегда круто ты больше за питер чем-то москву мне комфортнее наверное в питере я скажу в москве я никогда не жил москве вот долго просто к питеру я привык возможно я также и к москве привык никогда мне не было такого чтобы я москве был больше чем несколько дней я все я всегда приездами поскольку мы здесь живем возможно и в москве мне тоже понравится жить я никогда не пробовал сложно сказать но я в принципе суть судя по тому где мы жили и как все происходило всегда привыкаешь тому где живешь самое главное где твоя семья все остальное это построится дальше спокойно 3 вещи и 3-5 вещей которые вот ты любишь питер за что-то любишь питер питер равно красота сразу то есть тут супер красиво очень нравится погода когда вот такая вот солнышко шикарно это все что мне надо от питера все у тебя здесь есть все под рукой начиная с банальных там каких-то вещей заканчивая тренировками для меня лично то есть и залы много льда есть есть выбор у тебя в общем где тренироваться есть ребята с кем тренироваться что мне тоже это важно да это вот наверное главное все ты же тем более приезжаешь летом когда у тебя есть время что-то поездить посмотреть и насладиться тем более возвращаешься к себе на родину и все мне мне большего не надо на самом деле ты кстати один из тех хоккеистов кто там каждое лето вот именно возвращается в россию и здесь проводит время всех стоит вот ребята не приезжая на там в этом году достаточно много игроков из америки да вот они не приезжают россии разные ситуации у каждого каждый выбирает то что ему ближе и комфортнее кому-то комфортнее просто ставится там нет потому что я знаю что ребята готовятся там с тренерами и по своим программам нельзя их за это винить и семьям может быть там комфортно или есть какие-то дела определенные все 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 очень индивидуально в этом плане мне комфортно здесь и мне тоже комфортно здесь нам нравится какое-то время провести дома плюс также увидеть родственников всех друзей что тоже редко потому что не никто не может прилететь туда и нам здесь время провести хорошо и плюс они там и на дочку могут посмотреть что тоже редкость когда видишь человека раз год но на более детей они растут очень быстро вообще и у всех там эмоций согласен кстати говоря кстати говоря это за кольца а я чуть смотрю думаю чуть-чуть знакомые вот вот так вот извините пожалуйста владислав гавриков после победы пхенчхане ездит до сих пор на олимпийской почему не продал это память ну как как такое продать тем более и машина классная на самом деле и мы как раз для питера передвигаться здесь не надо думать дизель я заправляюсь раз вообще не почти 1 месяц заправлять идеально сейчас хоть нет места есть сделали платную парковку места и появились раньше тут вообще не станет что ты мог днем в рабочий день припарковаться усаки на шансе лучше сюда мы и встанем подальше дадим сфотографироваться где вежливый планет ну как ушаки это чем такая фотография нельзя пусть ты был наверху усаки кстати не сходи обязательно такая я в питере вот но наверно раз когда по-любому как вообще очень хорошо вид топовый туда подняться сложно так ли это нет там 270 пол ступенек он еще там винтовая лестница такая нормально под вытягиваешь а я вот этим занимаюсь я сейчас на 7801 может быть там начале на столбе вы не видели отлично мы сейчас разберемся можно вообще номер заклеить здесь хотите 7807 жаль вышли отлично все готовы ребятки так вот да на исаки короче надо подняться там красиво колонады красивые всякие вообще всякие это ванла когда солнышко нет солнечный питер это все это это любое мы куда послушно горчим и сразу туда куда-то идем или можем в карету кстати прыгать на карете тебя узнают в городе лишь показать пока только мы с тобой вдвоем общаемся мне так вот были то вот владислав здравствуйте по месту только на льду больше где-то есть тренируешься люди кто 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 в теме да так так скажи заняться делами и принципе даже неплохо на самом деле меня меня никак не в одну сторону не не напрягает не если узнают если не узнают ничего страшного в коламбусе кстати как было узнавали в коламбусе до коламбусе город меньше потом и все все хоккеем живут недавно пока не этот млс команда футболе по футболу по американскому и американский футбол насколько лишь сильный огар стоит там стадион огромный из по 110 тысяч человек на игре собирается вот они там мы ходили там в атмосферу это американский футбол да кто-то жалуется что типа долго где-то очень долго играть сама идет мало очень много остановок или все-таки зрелище мне понравилось почему потому что я первый раз сходил в живую это первое второе то что именно огар стоит был популярный про него говорили и это было по моему первая игра сезона открытие то есть это было прям событие там весь там весь город об этом говорил весь город об этом говорил и дай шоу все ну мне просто мне было интересно они там раскатали 48 0 команду без шансов абсолютно но был было так интересно да долго четыре часа но там у людей это больше как проведения это это да да сук такой классный когда ты мушать потусить да они там начинают заранее еще до грубо говоря играю там 4 5 они там уже в 10 в баре сидят ну то есть у них все это выходной день это прям целое целое мероприятие как у нас на шашлыки поехать грубо говоря там семьей с друзьями у них тоже самое там сходить на на игру на такую это культуру спорта в америке да 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 чуть другое там один раз я приехал на заправку заправиться зашел застал разговор кассира который там работала женщина и какого-то посетителя вот и она она говорит ну там сегодня вроде ага стоит играет как раз говорит будет чем заняться и он ее спрашивает говорит но где смотреть будешь там куда пойдешь она говорит да не знаю там с решим с ребятами ну наверное я через часик закроюсь уже да и поеду домой время час дня я такой стою думаю не понял как это она просто говорит вот сегодня игра футбольная закрываюсь я поеду поеду домой смотреть игру ничего страшного что кому-то заправиться надо будет магазин про закрывается и все спокойно ты поднимаешься в такая винтовая лестница поднимаешь туда потом переходишь вот у тебя спокрова ну вот я у может быть даже у тебя видел уничушки на видео как раз вот они поднимались тоже смотри ну много кого теперь на самая груда пока не но это все это символ фильмов пить ну кстати сводишь ты на корабликах катался как раз на каналах тоже не катался тоже если время будет там по каналам красиво еще аудиогид у них есть ты просто все вставляешь наушники едешь час слушаешь по каналам по набережным и потом большую него выходишь и как раз вот что же красиво мосты но мосты разводные это тоже визитная карточка а я настолько времени нет ночью надо спать да не не но это все вот так вот опять же опять вот про питер если вот так на выходные приехать вот этот сделать все посмотреть и в принципе ты скажешь ну чё тут смотреть то больше вот я все посмотрел на мостах я был на исааке я поднялся тут там и все и можно домой ехать ну нет как она у нас ну мне кажется что на самом деле в целом и города и больше кроется чем вот условно в этих тут нескольких туристических местах на самом деле ну конечно 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 интересно конечно питере чем тут с определенный свой вайп с курсии по крышам знаменитая кстати ходить был было были мы ходили с как раз с темой алиса и понаженными с серега волей бавровской вместе ходили пола пола интересно было да интересно тоже было посмотреть на те же самые улицы но вот с другого с другого ракурса абсолютно не мешаем фотографироваться в ярославль ездил планируешь вот мы планируем да сейчас пытаемся понять как мы поедем найти билеты потому что поезда на неделю вперед нет билет это это какое-то сумасшествие сапсаны то же самое надо даже билет не просто нет билетов то есть только самолеты но там ярославль летают не так часто и стоит там космических денег плюс с дочкой и нам с собакой удобнее на поезде как ни крути ну просто по билетам мы согласен за что собака кавалер king charles понять моя маленькая небольшая осторожно мы все во внимание спасибо спасибо что вы приду придел что да 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 он 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 не небольшого размера там опять столами килограмм мы всегда с ним летаем в самолете тоже плюс не под кабина с собой в салоне вообще размер идеальный нам это так так и планировали с условием то что мы сможем всем летать в кабине потому что собак сдавать вниз это стресс тем более очень разных много ты видел тоже на россии всяких стресс согласен вы несколько раз как раз собирались вместе там с хоккейной компании вот один раз вот где-то был в ресторане марченко был понара кто еще тут еще а ченахов ченахов вадим и друг же не гури да 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 вот ченах лёша милинчук что был а точно лёха да да это наши годовщины у нас снастью было пять лет все всех собрали отметить посидеть такой так редко встречаемся такой компании мне кажется вот раз в год реально мы можем собраться так все вместе посидеть так удивительно где сидели в питере да где-то на ресторанчике в питере да 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 ресторан со собрались поужин или просто я говорю так посидеть поболтать потому что реально такой компании редко соберешь у нас такие встречи за радость как оценил прическу артемия все там шоке были конечно но ничего волос отрастут на самом деле он но ему надо было хотел загрузить все нормально волосы обратно отрастают на человек стал похож еще видел его потом я видел да да и уже я вот недавно его видел волосы отрастают все нормально если только он опять не не побреется но ничего может он что там хотела динамику лучше шлем этот чтобы волосы не мешали пускай ничего страшного нормально главное там как алиса к этому относится это же ей каждое утро с ним просыпаться нормально какие шутки были придуманы ой чё там не было только я даже говорить не хочу вспоминать там все там мали алиса главное главный человек который за все переживал это алиса на так она каждый раз за голову хватало что он сделал зачем и когда когда первую фотографию нам присылал это сильно зная зная тему на самом деле может быть все что угодно и я как будто бы уже не удивился я такой артемий ну все ничего вот он принял такое решение все нормально живем с кем ты вот из хоккеистов да там наиболее близко общаешься вот кто там кто твой там самый-самый да со всеми так вы постольку поскольку общаемся тем более там там когда играешь не так много русских ребят принципе поэтому так с кем-то перекинулся паров раз кем-то сходили на ужин с кем-то там чуть ближе ну плюс-минус и равно со всеми так или иначе общаешься и уже наверное можно перейти к твоим последним делам новостям ты получается вот сейчас подписал такой наш краткосрочный контракт и практически да там как раз всякие эксперты как раз говорили что ты запустишь волну вот таких подобных контрактов и которые как раз вот сейчас там некоторые ребята несколько подписали как раз тоже там на два года чей-то трансфер тебя удивил да так что прям удивил наверное нет все там плюс-минус еще ребята также остаются и без контрактов некоторые там звезд звездные свободные агенты поэтому все все от условий наверное и то что команды предлагают надо смотреть сейчас из-за потолка там такая ситуация не сильно он вырос будет через несколько лет прирост и освобождаются у кого-то тяжелые контракты то есть там какие-то возможны варианты будут где-то лишние деньги освободятся и все все очень так индивидуально поэтому ничего тут не скажешь себе подписывая свой контракт вот помимо как раз да там будущего роста потолка зарплат и то что у тебя ты выходишь на рынок свободных агентов еще какие были критерии вот для подписания контракта с кинкс если долгосрочный мы обсуждали там и понятно финансовую сторону вопроса надо было понимать что они смогут предложить но вот они объяснили тем же самым что сейчас все команды плюс-минус прижаты потолком и там нельзя ничего пока сделать через несколько лет как раз это все будет довольно гибко и управляемо да этот момент был ну соответственно хотели посмотреть насколько нам будет комфортно жить опять же тогда в таком ритме все потому что жили до этого маленький малюсенький город не малюсенький маленький сейчас это там абсолютно абсолютно другое насколько нам будет комфортно конечно если есть возможность подписывать долгосрочный я бы сказал что да при всех всех обстоятельствах я бы выбрал эту сторону но вот конкретно с лос-анджелесом потому что мы с ними начали первые разговаривать и ну соответственно они раньше пришли чем все команды и никто бы особо не предложил во первых долгосрочно что-то такое прям супер хорошие ну и плюс лос-анджелес заинтересовал вот этим предложением что мне меня устроила семью нашу устроила самое главное всем всем было комфортно им комфортно нам комфортно если понравится мы вернемся к обсуждению длинного контракта через год как раз когда уже мы сможем об этом говорить вот скажи пожалуйста почему не удалось подписать долгосрочный контракт с коламбусом чем не сошлись какие были камни преткновения да я был на самом деле готов подписывать контракт полтора года назад с ними долгосрочными дома начали смотреть и в принципе уже и дом выбрали при мне они сказали то что мы тебе даем долгосрочный контракт почему мы собственно начали все и смотрите меня в принципе все устраивало семью так все устраивало было вообще все нормально но в какой-то момент потом летом когда мы вернулись к этому вопросу они сначала не отвечали какое-то время потом сказали что они этот контракт пересмотрели вместо 8 лет могу дать 3 или 4 только ну соответственно меня вообще никак не устраивало я хотел только то только долгосрочный только долгосрочный из-за стабильности ну конечно конечно это же я же говорю когда семья просто по-другому уже на вещи смотришь вот и хотела хотелось долгосрочно но еще в принципе тот момент то что тебе сначала сказали одно потом другое это не было никаких договоренностей кроме устных понятное дело то есть сложно сложно их винить да в том что они пообещали потом сделали по-другому но но все равно как-то некрасиво ну да могли просто это не говорить ну в общем мы с ними не поругались но остался да как ты правильно сказал остался осадок после этого и я понял что мы не подпишем этот контракт в октябре когда начали сезон потому что я поставил дедлайне грунт нам если мы что-то решаем то мы решаем до начала сезона с первой игрой когда мы сыграли я понял что ничего не будет конечно расстроился сильно тоже переживал из-за этого но потом как бы более-менее вроде бы нормально отошел ну еще начало сезона смазанное было было вопрос не на месте было из-за этого за все ситуации за всех разговоров я почему я говорю что я вот не люблю это в сезоне это делать потому что очень много там отвлекает лишних эмоций до испытываешь и как раз как раз меня тренер по старой игры вызвал говорит что с тобой происходит где ты вообще сам не свой ты не ты не играешь на том уровне что происходит я вначале ему сказал говорю то что ну это же первая игра дайте мне время просто немножко не переживать а он говорит не не я вообще не про это я знаю твою там ситуацию и вот что происходит ну и все и мы с ним сели наверно минут 30-40 разговаривали тоже он выслушал все там свои советы свои мысли изложил что он думает по этому поводу ну я говорю поэтому что не очень мне нравится когда все это происходит в сезоне лишь лишние лишние просто разговоры эти не нужны а я напоминаю что моим партнером является букмекерская компания лига ставок и она дарит всем новым пользователям приветственный бонус до 10 тысяч поэтому если ты еще не зарегистрирован обязательно скорее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и получай шикарный бонус про детали до своего контракта потому что да там не дни ник принципе нередко но такое бывает да вот то что вся зарплата этот подписной бонус вот почему у тебя вот такой контракт ты сам выбрал клуб предложил от чего это вообще зависит ну мы предложили такие свои условия не спросили что мы хотим видеть по структуре вот мы предложили такой вариант и они были не против нас устроило в том плане что деньги выплачиваются вперед и ты можешь эту сумму вначале подраскидать на планирование и поиск жилья она была важна потому что поскольку я говорю когда ешь один без девушки без никого ты по-другому думаешь когда у тебя есть семья у тебя абсолютно в другую сторону мышления то есть если бы я поехал один может быть я бы даже об этом никогда и не задумывался а тут когда есть семья и хочется уже чтобы обосноваться немножко чтобы дом был свое какое-то место ну и соответственно вот эти деньги которые они выплачиваются это же та же самая сумма просто она выплачивая вперед и ты мог под планировать что-то купить домой и и ну такие вот су это просто бы бытовые моменты тебе удобнее это все решать когда у тебя на руках уже есть какая-то определенная сумма для старта ну то есть получается как это было сделано из-за того что надо было домом заниматься жильем обустраивать ну это вода это что тебе еще нужны были нет только только это самое главное ну там право ребята раньше страховались там на случай локаута 1 июля тебе выплачивают если вдруг там локаут или по какой-то причине сезон отменяют себе вот выплатили зарплату и ты как бы уже спокойно себя чувствуешь поскольку сейчас такого вопроса не стояла у меня больше вода больше вот эти бытовые моменты 1 июля смс уже пришла не даже по-моему на день раньше там 1 июля это там суббота была ну выходной день они вот за день прислали да ну не смс к я просто зашел посмотрел что все пришло и как раз понял что вот можно и смотреть уже мебель потихоньку начинать все заказываю чтобы к моменту нашего приезда уже мало мало мальские условия у нас там плане там кровать в тумбочке и все такое планы уже было тебя был момент то что ты мог там выйти как раз на рынок свободных агентов до как раз 1 июля открывали вот и соответственно уже там смотреть все предложения но ты получается как бы не дождался сразу вот решил подписать со словом с лос-анджелес все понравилось как приняли как в команде я себя чувствовал все остальные моменты если если тебя все устраивает зачем что-то искать другое и ну там именно не про срок контракта и там я имею ввиду именно команду если чувствуешь что можешь помочь и есть шанс побороться за кубок и тебе все устраивает по моему идеальный рецепт для того чтобы подписывать как можно скорее если бы было что-то не так то скорее всего пришлось взбуждать до 1 июля возможно бы были какие-то другие варианты если если вот было в общем мы взяли все что было перед нами на тот момент если все устраивает как уже зачем-то зачем чего-то ждать согласен даже дру даути сказал то что готов выделить часть своей зарплаты на твое подписание так я все жду мне чек отправить не может я все жду я ему написал говорю готовь деньги я скоро приеду что-то отшутился но не знаю посмотрим сейчас я вернусь но задам опять вопросы я увидел до вылета он меня спрашивал говорит ну чё там подписал я говорю пока еще нет разговариваем он говорит ну давай давай там вроде слушал что там подвижки есть игру ты деньги сначала приготовлю потом поговорим уже обшутился я говорю себя прием на серьезно будет разговаривать то есть получается вот за такое короткое время принципе с древой как нам сблизились да там нашли общий язык дамы да ну почти сразу он компанейский хороший человек он буквально там на на второй или на третий день когда мы поехали на на выезд колорадо я хотел его сам позвать на ужин после тренировки подъехать думал ну там как раз с ребятами со всеми пообщаться поближе познакомиться потому что ужин все равно неформальная обстановка тут на арене это немножко другое он в конце тренировки мы там броски отрабатывали защитники он сам ко мне подъехал первые по щиткам ударил говорит ну чё на ужин сегодня пойдем я говорю такую груза поднимаю говорю а ну да пойдем пойдем давай я сам тебя хотел позвать он говорит ну все давай давай сегодня в шесть ну давай все еще он место тебе скинь вот это ресторан да 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 все все вообще спокойно не я говорю коллектив классно ребята так все по-доброму и отнеслись и приняли и помогали там с первых дней нужно же не знали абсолютно ничего про город когда приезжаешь на выезд это одно когда по бытовой части сталкиваешься абсолютно другое все все старались помочь там точно может классно но я в итоге сказал что давайте мы сейчас закончим с хоккеем тут приходит там ионас и я и как они понятное дело что они переживали то есть ты мог вегасе оказаться мог да и мы с ним еще на ужин и вегасе сидели тоже как раз после обмена мы с ним встретились вегасе на ужине я уже в лос-анджелесе он за golden night я прошу как чего он был в восторге тут для меня наверное главная деталь была это бригада и мы мечта не выиграли абсолютно после этого плав я почему-то очень сильно очень сильно был расстроен ну все-таки сколько 6 6 6 но пока 6 пока 6 а а